Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях вам расскажу я, Татьяна Трофимова, и корреспондента национального телевидения «Чуваши». Смотрите сегодня. Инициатива поощряется. О долгостроях и федеральной поддержке капитального ремонта. Каждый третий спортсмен. В Бурнарском районе появится открытая площадка ГТО. На высоте. Студенты Чувашского государственного университета проводят ток-шоу на крыше. Проблема обманутых дольщиков, участие в федеральных программах. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Долгострои и сотни людей, которые так и не получили свои квартиры. На повестке дня вновь проблема обманутых дольщиков. Процедура банкротства – процесс долгий и затягивается, как правило, не на один год. Есть ли возможность достраивать жилые дома без этого? Об этом говорили на встрече в Москве, в Рио главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. Сегодня в Чувашии еще восемь объектов в зоне риска. Четыре объекта у нас такие на высокой стадии готовности. Мы думаем, что все-таки застройщики самостоятельно доведут до логического завершения данные дома. Два жилых дома, там где числись у нас дольщики, застройщик предоставил жилые помещения в других домах. Это у нас в компании СУОР, но они пока у нас числятся в проблемных. Кстати, Олег Николаев выразил недоумение по поводу того, что профильные организации не очень активно используют возможности федеральных программ. Замена лифтов, ремонт подъезда, капитальный ремонт многоквартирного дома в целом. На это и многое другое можно получить средства, например, из российского фонда реформирования ЖКХ. В этом случае фонд вернет 80% потраченных средств. Жители могли бы заплатить всего лишь 20% стоимости строительно-монтажных момент, необходимых на капитальный ремонт того или иного многоквартирного дома. Причем сделать это, используя современные технологии, энергоэффективные технологии, что очевидно, что дом получает совершенно иные эксплуатационные характеристики и качества. Пока от республики формируется первая заявка. Нужно ускорить эту работу. На совещании обсудили и социально-экономическое развитие республики за первое полугодие. Неплохие показатели в промышленном и аграрном секторе. Индекс промышленного производства с января по июнь текущего года составил более 100%. Всего с начала года отгружено продукцией на 144 миллиарда рублей. Среди других вопросов повестки – безопасность на воде. С 1 июня в водоемах республики утонули более 20 человек. Все несчастные случаи произошли в ходе купания в необорудованных местах. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии многодетные семьи с низкими доходами получат по 5000 рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. Указ о дополнительной поддержке подписал в Рио главы Чувашии. Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам или попечителям трех и более детей. Кроме того, средства полагаются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. По данным Минтруда и соцзащиты в Чувашии, по 5000 могут получить более 25 тысяч детей. На выплаты для подготовки их к школе республика выделит почти 130 миллионов рублей. Происшествия на воде случаются чуть ли не каждый день. По сравнению с прошлым годом статистика удручающая. Пострадавших стало на 25% больше. Пренебрегали правилами безопасности и купались в необорудованных местах. Или оставили детей без присмотра. Это основные причины гибели на воде. По этому поводу сегодня состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решили искупаться на нетрезвую голову. 76% погибших с начала лета были в состоянии алкогольного опьянения. В прошлый четверг печальная история случилась на озере Изъяр в Чебоксарском районе. И спустя пару дней повторилась в Красночитайском. Группа молодых людей тоже продолжает ночь пьянцевать. В 4 часа утра один говорит, пойду искупаюсь. Пошел, на берегу только тапочки, больше ничего. Поехали спасатели следом, оказали место, достали. Ситуация осложняется еще и тем, что из-за коронавируса действует ряд ограничений. Сроки открытия пляжей не определены. Поэтому в жаркую погоду жители республики массово ринулись к местам неорганизованного отдыха, где отсутствуют спасательные посты. ЧП произошли в Новочебоксарске, Канажском и Урмарском районах. А наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Маргаушском районе. Там вода унесла жизни 9 человек. Было рекомендовано в сотрудниках полиции увеличить число рейдов в местах летнего отдыха и проводить беседы о правилах поведения на воде. Также выявлять нарушителей и составлять протоколы административных нарушений. Главам сельских поселений было рекомендовано усилить контроль на водоем со стороны общественности, а именно организовать отходы в водоемах, ближайшие в водоемах к населенным пунктам. Вы даже не информировали население, даже через свой официальный сайт. И главам администрации сельских поселений вы до сих пор только рекомендуете. И еще раз, соберите глав сельских поселений, лучше всего в том месте, где вы считаете идеально организованное место купания, и проведите практический семинар практику с главами сельских поселений. Как надо организовывать места купания, какие это преимущества дает, какие возможности дает. Если нужно, пригласите наших специалистов. Решением комиссии на озерах, прудах и реках увеличат количество рейдов. Под жесткий контроль возьмут неорганизованные места для купания, обозначив их запрещающими знаками. Каждый случай гибели на водных объектах будут анализировать и выяснять причины произошедшего. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Дождливая погода осложнила ситуацию на дорогах. Утро в Чебоксарах началось ДТП на проспекте Мира, в котором пострадало сразу 4 автомобиля. В 9.30 утра на проспекте Мира у дома номер 3 столкнулись сразу 3 автомобиля и автобус. В предварительной версии водитель автобуса, не соблюдая дистанции до движения среди транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который по инерции совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, то, в свою очередь, с автомобилем Opel. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автобуса, а также водитель автомобиля ГАЗ получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Эпидемиологическую обстановку в республике обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. По данным Министерства здравоохранения, в Чувашии сегодня коронавирус диагностировано у 48 человек, выздоровел 21. С начала года в республике COVID-19 зарегистрировано у 6264 человек, выздоровели 3385. С начала года от коронавирусной инфекции скончались 49 человек. Пока ситуация стабильная. Есть и положительная тенденция. Скоро возобновит свои услуги Федеральный центр эндопротезирования. К привычному режиму постепенно будут возвращаться и другие медучреждения республики. На днях буквально ожидаем прекрасного здравоохранения в России о возобновлении плановой работы Федерального центра роматологии и ортопедии. Сейчас они проходят процедуру дезинфекции заключительной и подготовки помещения и оборудования к своей плановой работе. Но, тем не менее, мы пока оставляем в 100% наш тот коечный фонд, который определен с приказом 198, это 609 коек наших ковидных коек, которые будут продолжать функционировать до полной стабилизации ситуации. Уже на этой неделе пройдет заседание Высшего экономического совета, на котором представят комплексную программу социально-экономического развития Чувашии. Сегодня обсуждение проектов прошло в администрации Чубаксар. Какие проекты будут развиваться в столице республики в ближайшие пять лет в нашем репортаже? Комплексная программа развития Чубаксар не просто план развития отдельно взятого города. Столица – ключевой звеной экономики. Город концентрирует в себе и промышленный, и культурный, и туристический, и спортивный потенциал. Точки роста всех направлений как раз прописаны в комплексной программе, над которой трудились не только эксперты, но и представители предприятий, организаций и общественность. Они собрали 98 коммерческих и 87 инфраструктурных проектов на общую сумму почти 145 миллиардов рублей. В программу заложен ряд инвестиционных проектов. В частности, модернизация и расширение производства концерна-тракторной заводы, строительство производственного корпуса, логистического центра и производственной линии АО «АКОНТ», модернизация и расширение производства завода имени Чапаева, разработка электроники гражданского назначения на Иларе. Реализация этих и других востребованных проектов позволит увеличить налоговые поступления в бюджет города и республики, создать дополнительные рабочие места, повысить качество и конкурентоспособность продукции, узнаваемость нашего региона. Среди первоочередных задач реконструкция аэропорта и строительство третьего транспортного пола «Кольца». Продолжится и работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. По мнению разработчиков программы, необходимо сделать упор и на развитие туризма. Мы живем на Волге, это преимущество обязательно нужно использовать. Речь идет о развитии речных туристических перевозок. Более 50 тысяч туристов вышли на Чебоксарский берег в прошлом году, а могло быть гораздо больше. Проекты в этой сфере направлены на формирование статуса города Чебоксары как центра речного круизного туризма. В программу на 5 лет вошли 10 проектов. Это и завершение Московской, и начало реконструкции Казанской набережной. В социальной сфере тоже запланированы изменения к лучшему. За 5 лет будет построено и отремонтировано 18 школ и детских садов, 5 новых больниц и дополнительных корпусов. В сфере ЖКХ будет организован раздельный сбор отходов ТКО и замена лифтов. Продолжится программа по переселению из аварийного жилого фонда. Администрация города также планирует отремонтировать ливневую канализацию и очистные сооружения. Разработчики программы отмечают, что все проекты в комплексе и каждый по отдельности призваны улучшить качество жизни чебоксарцев и жителей республики в целом. Впервые в истории Чувашской республики, а это я говорю с сознанием дела, разработана такая комплексная программа, которая включает не только отраслевой принцип, но и территориальные программы муниципальных образований. Надеюсь, что мы с вами в эту программу не просто вошли, мы будем вместе с вами все работать и работать в команде Олега Алексеевича Николаева. Спасибо. Обсуждение комплексной программы социально-экономического развития Чувашии выходит на финишную прямую. Один из ее разработчиков, Игорь Меломед, предложил создать специальную структуру, которая возьмет на себя реализацию программы. Руководство республики движется быстрее, чем готовится программа. Очень многие вопросы, которые в программе идут еще на стадии обсуждения, уже идут в процессе реализации. Идут встречи с федеральными структурами, обсуждения, принимаются решения, даются получения. В Рио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что программа развития Чебоксар составлена очень грамотно и в ней освещены многие аспекты современной жизни. Нет предела совершенства. Можно найти, за что зацепиться, что покритиковать. Поэтому очень важно, что в целом в данной программе предложено комплексное развитие территории. По мнению в Рио главы Чувашии, в программе можно было отразить вопрос о цифровизации и помечтать о более современных формах организации пространства. Впрочем, программа «Живой документ», который может дополняться в процессе реализации. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Рослый, живучий и очень опасный. Ядовитый борщевик захватывает сотни гектаров сельхозугодий. Одно прикосновение к нему может привести к самым серьезным последствиям. Жители республики как могут борются с растением-сорняком, но, похоже, без помощи государства здесь не обойтись. В официальном реестре борщевик занимает более 400 гектаров земли. На самом деле эта цифра намного больше. Только в Ядринском районе фиксируют 50 гектаров растения. За два года нам удается ежегодно уничтожать не более двух гектаров. Во многих поселениях этот сорняк уничтожен, потому что там их не так уж и много. А есть несколько поселений, где они десятками гектаров произрастают. Мы все-таки последние три года начали выделять с бюджета средства. Первоначально 150 тысяч рублей, а сегодня 250 тысяч рублей выделяем для сельских поселений, для того, чтобы мы уничтожали эти сорняки. Этих средств крайне недостаточно. Мы даже предлагаем на уровне республики разработать какую-то программу, где можно централизованно бороться с этим сорняком, выделяя и республиканские средства. В реестр сорняков борщевик включили только два года назад. До этого из него изготавливали корм для животных. Он распространяется и корнями, и семенами, так что бороться с ним очень сложно. Один из способов – выкапывать кусты и измельчать лопатой. Работать, конечно, можно только в перчатках. Его воздействие сравнимо с серной кислотой. Сок борщевика уничтожает защитный слой кожи. Образуются волдыри, как при ожогах. Есть и химический способ уничтожения борщевика – обработка гербицидами. Главное – это нужно делать систематически. В правительстве планируют к следующему году разработать специальную программу по борьбе с сорняком. Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которые выпускники сдавали 3 июля. Девять человек набрали по 100 баллов по итогам сдачи трех первых предметов по выбору. Восемь выпускников школ Чувашия получили максимальный балл на ЕГЭ по информатике. Один выпускник набрал наивысшую оценку на экзамене по географии. По литературе не было ни одного стобальника. Но пятеро выпускников получили двойки. По информатике не преодолели минимальный порог 50 выпускников. Студенческое онлайн-ток-шоу «Среди крыш» стало известным среди молодежи благодаря своему необычному формату. Каждую пятницу здесь собираются интересные гости, проходят живые концерты. Название придумали студенты Чувашского государственного университета. Оно говорит само за себя. В нашем случае крыш не было, погода была не очень, поэтому шоу проходило в зале. Я считаю, что это очень хорошо. Крыша – то место, где нет границ, где все открыто, видно далеко. И можно многое о чем-то подумать. Я, конечно, обязательно сейчас залезу в контакт, посмотрю, где это все происходит. Подпишусь на эту тему и буду смотреть не только выпуск, где я участвовал. Мне кажется, я там не совсем хорошо получился. Потому что в такой одежде уже непривычно мне находиться. А обязательно буду смотреть будущие передачи и хочу подписаться. Но очень интересная передача. Ведущие, режиссеры звука и монтажа, операторы – это тоже студенты университета. Здесь все как в настоящей телевизионной студии. Камеры, свет, удобные места для гостей. Гости проекта – это молодые творческие студенты и выпускники, которые нашли себя в разных направлениях. В пятницу здесь были студенты из Анголы и Палестины. На самом деле, когда пришли сюда, приехали, получается, нам было очень сложно. Потому что уже язык незнакомый. И когда особенно в начале преподаваться, скажут некоторые слова на английском, мы сразу понимаем. А когда на русском, надо где-то повторить. И сто раз, наверное, чтобы получить. Я изучила русский язык на год. Потому что мне очень было трудно, когда привилекция слушала. Я ничего не понимала. Евгения Алексеева, которую тоже пригласили сегодня на крышу, организовывает фестиваль «Ритмы мира» для студентов ЧГУ. Концерт собирает сотни участников из разных уголков мира. «Ритмы мира» — это такое мероприятие, когда в одном месте, в одно время встречаются более 20 стран. В нашем университете обучаются студенты из 48 стран. Количество более 2000. Ежегодно участвуют все больше и больше студентов. В прошлом году участвуют из 21 страны. 200 участников на одной сцене танцуют, поют на своих языках, показывают свою культуру. Студентам нравится интерактивное общение в прямом эфире, в социальных сетях, когда к разговору подключаются сотни друзей, просто подписчиков. Сегодня в Чувашии каждый третий житель занимается спортом. Среди молодежи этот показатель еще выше — 81%. Во многом потому, что в республике созданы условия для физической активности. Только по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» в этом году в пяти районах создадут площадки для сдачи норм ГТО. О том, как проходит строительство спортивного комплекса в Урнарском районе, смотрите в нашем выпуске. Комплекс ГТО способствует увеличению количества занимающихся спортом, приучает молодежь к здоровому образу жизни. Сегодня в поселке Урнары живет более 10 тысяч человек, более 29 тысяч в районе. В ближайшее время для жителей будет построена площадка ГТО. Она представляет собой открытый уличный спортивный комплекс общей площадью 315 квадратных метров. Со всем необходимым оборудованием. Это первый район из пяти районов, который подготовил площадку сегодня. Потому что у нас аукцион 7 июля состоялся. И поставщик, саратовская фирма, до 7 сентября должна смонтировать и поставить оборудование. Потом уже в сентябре, 7, может даже возможно и раньше, глава района примет. Рядом расположена лыжная база. Здание, в котором ранее размещалась ветеринарная служба, было отремонтировано в 2017 году. Имеется освещенная лыжная трасса. Там все занимаются, и молодежь, и взрослые пассианы там. Работает секция по лыжным гонкам. Помимо площадки ГТО, у нас в этом же году будет мини-футбольная площадка. Но если успеем, на следующем году вот это пляжный волейбол будет. Всего за три года реализации программы «Спорт. Норма жизни» в Чуваши смонтируют 17 спортплощадок ГТО. В текущем году аналогичные комплексы будут построены в Козловском, Марпасасском, Урмарском и Цивильском районах. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии аномальная жара сменилась ливневыми дождями. За четыре дня в Чебоксарах может выпасть до 23 литров воды на квадратный метр земли. При этом дожди не окажут особого влияния на температуру воздуха. Она продолжит повышаться до летних значений и составит 20-25 градусов тепла. В конце месяца возможно еще одно повышение температуры до высоких значений. Столбики термометров в Чувашии могут показать выше 30-градусной отметки. Это все главные новости понедельника. До встречи на Национальном телевидении Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова